Это программа о тех, кто принимает решения в Ненинском автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» и в этом выпуске. Завершается рассмотрение заявок по проекту окружного бюджета на 2021 год и на плановый период до 2023 года. На нужды Департамента образования в проектировке на 2021 год предусмотрены средства в размере 5 миллиардов 73 миллиона рублей. Окружные депутаты обсудили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ненинским автономным округом. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненинского автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации заключен 5 июня 2014 года. Расходы окружной казны составили 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Таковы официальные данные на 1 октября 2020 года. Исполнение бюджета Ненинского округа за 9 месяцев текущего года обсудили на заседании Депутатской комиссии по экономической политике окружного собрания. Председатель комиссии Наталья Кордакова прокомментировала принятые решения. У Ненинского округа появилась своя энциклопедия. Презентация книги прошла в Окружном краеведческом музее в формате творческой встречи с главным редактором и составителем Людмилой Карипановой. Окружные депутаты обсудили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ненинским округом. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненинского автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации заключен 5 июня 2014 года. Действие договора и дополнительных соглашений к нему истекает 31 декабря 2022 года. В начале октября от губернатора Архангельской области Александра Цибульского в адрес губернатора Ненинского автономного округа поступило предложение о подписании дополнительного соглашения о продлении действия договора на три года до 31 декабря 2025 года. Решение принято совместно руководителями двух субъектов на основании решения специально созданной комиссии, в состав которой вошли также депутаты окружного собрания. В целях необходимости подготовки и внесения проекта в окон о бюджете Ненинского автономного округа, но и Архангельской области тоже на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо продление данного договора. Данный договор подписан со стороны Архангельской области губернатором, в то время в Рио, сейчас уже губернатором центром питающим Цибульским, направлен в наш адрес, поэтому предлагается его одобрить и продлить до этого направления по 2025 год. Принятие ДОП-соглашения необходимо для подготовки проектов законов о бюджете на региональном уровне и позволит в ближайшие три года формировать проекты бюджетов двух субъектов, не возвращаясь к продлению договора каждый год. Продление до 2025 года позволит последовательно Ненинскому округу принять три закона о бюджете. Это закон с 2021 года и заканчивая законом на 2023 год и плановый период до 2025 года. Это, конечно же, достаточно хороший задел в перспективу, поэтому мы предлагаем одобрить и принять соответствующий проект постановления. В свою очередь, председатель постоянной комиссии Наталья Кордакова напомнила, что ситуация с окружным бюджетом в этом году, как и в следующем, очень непростая из-за выпадающих доходов и предложила со стороны депутатского корпуса также подготовить обращение в адрес правительства Российской Федерации о выделении финансовой помощи Ненинскому округу, поскольку регион является одним из субъектов, ориентированных на нефтедобычу и особенно страдающий от волатильности цен на нефть. Налог на доходы физических лиц создают условия непосредственно регион. Это не недра, там еще что-то, это непосредственно работа региона. И мы много средств закладываем для того, чтобы, уважаемые коллеги, в том числе и субсидии мы предоставляем предприятиям, может быть, тогда обратиться по налогу на физических лиц в норматив 50%. Меня вот это единственное смущает, остальное понятно. Депутат Татьяна Федорова отметила, что бывший губернатор Ненинского округа, а ныне губернатор Архангельской области Александр Цибульский, неоднократно высказывался о необходимости пересмотреть нормативы отчислений отдельных налогов в окружной и областной бюджеты. По итогам обсуждения принято решение одобрить ДОП-соглашение. Данный вопрос будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 15 октября. Депутаты утвердят соглашение о границах с Республикой Коми и Ямало-Ненинским автономным округом. Соответствующие проекты постановления окружные депутаты рассмотрели на заседании постоянной комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений Ненинского округа Анастасии Голговской, в рамках реализации комплексного плана проводится работа по внесению границ административно-территориальных образований, в частности, границ субъекта Российской Федерации в Единый государственный реестр недвижимости. Это важная работа, которую мы продолжаем. Она начата уже давно. Сегодня были рассмотрены постановления по определению границ между Ненинским автономным округом, Республикой Коми и Ямало-Ненинским автономным округом. Границы округа должны быть четко определены, потому что это требует и законодательства, и это позволит нормально функционировать субъекту полноправно на своих землях. Согласно окружному закону, соглашения между соседними регионами об установлении сопредельных границ утверждаются постановлением Собрания депутатов Ненинского автономного округа. Завершается рассмотрение заявок по проекту окружного бюджета на 2021 год и на плановый период до 2023 года. Одним из главных распорядителей бюджетных средств является Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа. Как пояснил первый заместитель руководителя Департамента финансов экономики округа Сергей Михайлов, в проектировке на 2021 год предусмотрены средства в размере 5 миллиардов 73 миллиона рублей. Между тем, по заявке Департамента образования, культуры и спорта необходимо еще более 1 миллиарда. Часть расходов учтена не в полном объеме, в том числе на коммунальные услуги учреждений, стипендии, льготную дорогу. Не заложены средства на капитальный ремонт и на реализацию отдельных госпрограмм. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость снижения отдельных затрат. В частности, было предложено снизить категорию безопасности образовательных учреждений, что позволит существенно сократить расходы. Кроме того, нужно пересмотреть расходы на вневедомственную охрану, поскольку по сравнению с этим годом на 2021 год идет существенное увеличение. Это самый сложный у нас, наверное, департамент. Ну и понятно, что там самое большое количество учреждений. А вот основные какие моменты мы уделяем внимание, это на госзадание. То есть госзадание – это идет заработная плата этих людей, педагогов, дошкольных, школьных учреждений, всех вообще работников. И льготный проезд обязательно – это защищенные статьи. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, будут какие-то строчки по капитальному строительству, по строительству или по текущему ремонту учреждений. Это очень важно для дошкольных и школьных. И то, что произошло сегодня у нас, вот в этом году с первой школой, чтобы не было вот таких ситуаций. Еще один вопрос законодателя был связан со стипендиями студентам профобразовательных организаций. Как выяснилось в прошлом году, при рассмотрении бюджета депутаты приняли решение продлить применение понижающего коэффициента к своему денежному содержанию, а сэкономленные средства предложили направить на увеличение стипендии студентам. И вопрос этот до сих пор не решен. В связи с этим депутаты рекомендовали профильным департаментам учесть в проекте бюджета на следующий год финансирование повышения стипендий. Бюджет на следующий год очень сложный, но, тем не менее, нам надо выходить как-то из этой ситуации и находить средства на все эти мероприятия. Все предложения будут внесены в протокол заседания бюджетной комиссии. Подготовленный проект окружного бюджета на ближайшие три года в окончательном варианте должен быть внесен в окружное собрание депутатов до 20 октября. Вопросы образования обсудили региональные парламентарии на комиссии, которая состоялась накануне в администрацию округа. Участие в заседании приняли руководители профильного департамента. Информацию о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции о строительстве фоков на селе представил исполняющий обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов. В сельских населенных пунктах Красная, Нельминос, Оксина, Коткино, Нижняя Перша и НЕС открыты физкультурно-оздоровительные комплексы филиала школы труд. Основная задача филиалов – организация занятий физической культуры и спортом среди различных категорий групп населения, а также организации проведения спортивно-массовых мероприятий. Занятия для детей проводят по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, северному многоборью, полевой стрельбе, лыжным гонкам, шахматам и шашкам. Депутат Наталья Кордакова отметила, что необходимо иметь четкий план по вводу физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских населенных пунктах. В ходе встречи парламентарии обсудили перенос начала учебного процесса на более поздний срок в школе номер один. Наталья Сидорова пояснила, что изначально федеральные средства были выделены на ремонт школы в Андерме. Однако после обследования здания выяснилось, что проводить ремонт здания нецелесообразно. На этот момент у нас был разработан проект только по первой школе. Стоимость по Андерме была 41 миллион, по первой школе 33 миллиона. Чтобы деньги не возвращать, перекинуть их с Андермы на первую школу. Стали отрабатывать министерством. На тот момент министерские правила постановления правительства не допускали замены объектов. Только 4 июня вступили в силу постановления правительства согласно которому возможно замены одного объекта по данной программе развития образования на другой. Депутат Татьяна Федорова отметила, что сессия, на которую утвердили выделение средств на ремонт, состоялась в начале июля. Но лимиты были доведены намного позже. О том, чтобы сделать передвижку в целом, мы начали отрабатывать с мая месяца. Нет, решение администрации... Решение администрации здесь не требуется официального, на бумаге его нигде нет. Анна Булатова рекомендовала представителям профильного департамента внимательнее выбирать объекты для ремонта. Подводя итоги заседания, парламентарии потребовали предоставить подробный отчет о том, почему сроки учебного процесса были перенесены. Расходы окружной казны составили 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Таковы официальные данные на 1 октября 2020 года. Исполнение бюджета Ненецкого округа за 9 месяцев текущего года обсудили на заседании Депутатской комиссии по экономической политике окружного собрания. Председатель комиссии Наталья Кордакова прокомментировала принятые решения. На 1 октября доходы окружного бюджета составили 14,8 миллиардов рублей. Расходы 16,7 миллиардов рублей. Дефицит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если сравнивать 9 месяцев предыдущего года, то есть 19-го, и этого, то идет снижение доходной части на миллиард 300. Снижение происходит по основным. Это по проекту Харягинское месторождение и налога на прибыль. Основная причина – низкая стоимость нефти. Наибольшую долю в структуре доходов занимают налог на имущество – 33%. Безвозмездное поступление составили 4,6 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства на строительство автодороги Нарьян-Марусинск. В этом году стоит отметить, что налог на имущество увеличен практически на 530 миллионов. Это во многом благодаря тому, что была проведена качественная, хорошая работа налоговой службы. В расходной части бюджет остается социально направленным. В структуре исполнения расходов наибольшую долю занимают затраты на национальную экономику – 35%. Образование – 21%. На социальную политику направлено – 15%. Жилищно-коммунальное хозяйство – 9%. И здравоохранение – 7%. Бюджетные инвестиции составляют 3,8 миллиардов рублей. Основная доля приходится на автодорогу Нарьян-Марусинск в сумме – 3 миллиарда рублей. На долевое участие в строительстве и приобретении жилых помещений выделено 317 миллионов рублей. На строительство школы номер 3 ушло 217 миллионов. Почти 118 миллионов рублей затрачено на строительство и ремонт автодорог. Когда мы принимали бюджет на этот год, мы знали, что не в полном объеме заложены субсидии по возмещению коммунальных услуг, не в полном объеме заложена перевозка авиапредприятий, субсидии авиапредприятий. Поэтому депутаты на самом деле задавали вопрос, что же будет, как мы будем это исполнять, понимая, что не хватит у нас средств. Значит, одно из решений – это, конечно же, получение кредитов, над чем сейчас работает администрация, потому что нам надо рассчитываться с ресурсоснабжающими предприятиями. Там также работают люди, которые должны получать заработную плату. Кроме того, наличие кредиторской задолженности перед Нарьинмарским объединенным авиаотрядом за вылет из санрейсов. Депутаты предложили администрации округа обсудить с компаниями-недропользователями финансирование полетов санавиации, выполняемых к работникам на месторождении. С учетом непростой ситуации, с наполнением доходной части окружного бюджета, парламентарии предложили администрации округа провести анализ штатной численности сотрудников и сократить имеющиеся вакансии в бюджетных и казенных учреждениях органах госвласти. Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании комиссии, касался реализации нацпроектов в округе. Напомним, Ненецкий округ участвует в реализации 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта «Наука». Было отмечено, что в 2019 году приведены в нормативное состояние 15 километров дорог, 73 семьи переведены из аварийного жилья, значит, они получили жилье. Но, тем не менее, есть вопросы по строительству жилья. И с депутатами приняли решение о том, что на следующей неделе мы съездим непосредственно на объекты строительства жилья и посмотрим, как у нас идет строительство дорог. В 2020 году к сети интернет подключено еще 33 объекта, благоустроено 5 общественных территорий, расселено 3,4 тысячи квадратных метров ветхого жилья, 83,8 километров дорог приведено в нормативное состояние. Субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 138 микрозаймов на общую сумму 118 миллионов рублей. 187 самозанятых используют налоговый режим для самозанятых, введенный с 1 января 2020 года. Если в городе малый и средний бизнес, он как бы развивается, а на селе это очень сложно, учитывая логистику. Поэтому мы должны смотреть, каким образом мы будем им помогать. Это в том числе и субсидирование. И опять, то, что касается непосредственно ресурсоснабжающих, мы понимаем, что у них большие затраты. Поэтому, например, стоимость электроэнергии на селе достигает более 50, сегодня, наверное, 52 уже с учетом НДС. А вот в таких условиях, конечно, бизнесу не выжить. А для развития местным бизнесменам необходима финансовая поддержка, в том числе от государства. Вопросы субсидирования представителей малого и среднего бизнеса надо решать совместно с администрацией округа, считает парламентарий. По итогам обсуждения, депутаты рекомендовали администрации округа провести работу по увеличению федерального финансирования нацпроектов в округе до 90%. Размер патента для иностранных работников на территории Ненецкого округа в 2021 году составит 5462 рубля в месяц. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что такие платежи уплачиваются за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц. Размер платежей подлежит индексации на коэффициент дефлятор. При этом регионам предоставляется возможность устанавливать свой коэффициент. Предлагается коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2021 год оставить на уровне 2020 года – 2,442. Таким образом, с учетом коэффициента дефлятора сумма авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан составит 5462 рубля в месяц. По состоянию на 1 октября 2020 года в Ненецком автономном округе зарегистрировано 375 иностранных граждан. В настоящее время оформлено 115 патентов. Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на 1 октября 2020 года составила 8,2 миллиона рублей. Количество работодателей, применяющих иностранную рабочую силу за последние три года, не меняется и составляет 116. Из них 74 организации и 42 индивидуальные предприниматели. Основная часть иностранных рабочих занята в строительной сфере. По итогам обсуждения принято решение вынести законопроект на рассмотрение сессии, которая состоится 15 октября. Агрария Ненецкого округа отметили профессиональный праздник. В Доме культуры Арктика состоялась торжественная церемония награждения и праздничный концерт. С праздником работников ветеранов агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа поздравили заместитель губернатора региона Евгения Шимко и вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Матвей Чупров, глава Заполярного района Виктор Ильин. С праздником работников и ветеранов агропромышленного комплекса Ненецкого округа поздравили заместитель губернатора региона Евгения Шимко, вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Матвей Чупров и глава Заполярного района Виктор Ильин. Ненецкого округа сельское хозяйство – один из ключевых элементов успешного развития региона. А ваш мелёгкий труд – это основа благополучия и процветания нашей северной земли. Каждый из вас отдаёт своей работе много сил и энергии, вкладывая в него частичку своей души. Всё это ради того, чтобы ежедневно обеспечивать северян высококачественной продукцией. Почётными грамотами удостоились сотрудники всех звеньев Акционерного общества «Мясопродукты» СПК «Харп», СПК «Индика» и Акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания». Сегодня замечательный повод для того, чтобы поблагодарить людей, стараниями которых обеспечивается продовольственная безопасность нашего региона. Несмотря на непростые условия арктические, вы работаете в сровом климате, сельское хозяйство Заполярного окрая продолжает радовать земляков широким ассортиментом качественной и экологической продукции. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 1999 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В Ненецком автономном округе открылась фотовыставка «Учителя Великой Отечественной войне». Фотовыставка приурочена к Всемирному дню учителей 75-летию Великой Победы. Выставка посвящена подвигу учителей Великой Отечественной войне и организована в рамках международного проекта «Большая история». Организаторами являются Общественная молодежная палата при региональном парламенте и Общественная молодежная палата при Совете городского округа город Нарьинмар. В фотовыставке учителя Великой Отечественной войне представлены биографии педагогов, которые оставили школьные классы и наравне с солдатами сражались на фронте. Фотографии показывают историю подвигов учителей, которые трудились в школах Нарьинмара, Великовисочного и Тельвиске, а также в Ненецком оградно-экономическом техникуме имени Волкова. В фотовом составлении биографии занимались ребята с Общественной молодежной палаты при собрании депутатов. Также ребята подключились с молодежной палаты при городском совете города Нарьинмара. И совместно с учителями истории и детьми школ. Ребята очень активно включились в этот проект. Было интересно узнать об учителях школы, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Фотовыставка представлена в городских школах номер 1, 2, 4 в Ненецкой средней школе имени Пырьерки. Экспозиции открыты в школах Великовисочного, Тельвиске и поселке Искателей. У Ненецкого округа появилась своя энциклопедия. Презентация книги прошла в Окружном краеведческом музее в форме творческой встречи с главным редактором и составителем Людмилой Карипановой. Участие в мероприятии приняли губернаторы региона Юрий Бездудный, депутат Государственной думы Сергей Коткин, вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов, соавторы издания, научные сотрудники и представители законодательной исполнительной власти округа. Я человек досужий, люблю докапываться до всего, и получилось информации у меня много. Людмила Карипанова, автор и составитель энциклопедии Ненецкого округа, рассказывает, как работала над книгой. Идея создания энциклопедии появилась в 2014 году. Издание состоит из двух томов и включает порядка 1800 статей, речь в которых идёт об истории округа, климатических условиях, животном и растительном мире, природных ресурсах региона. Все откликнулись, не было ни одного человека, который бы сказал, ой, нет, я не буду, не нужно, наоборот. Все даже и кое-кто и предлагал материалы свои, и даже немало людей предлагали, и всё это как-то надо было приводить в соответствие с энциклопедическими нормами и в соответствие с той исторической конвой, которая у нас сложилась. Энциклопедия Ненецкого округа создана на основе энциклопедического словаря, вышедшего в свет в регионе в 2000 году. Но за последние 20 лет появились новые исследования, свежие данные. Назрела необходимость выпустить обновлённый труд. Энциклопедия получилась поистине народной, более 160 авторов. В подготовке книги принял участие 21 учёный. Я думаю, что в этой книге большое будущее, потому что это не просто словарь, это энциклопедия всей нашей жизни. История, география, краеведение, огромнейшее количество статей. Сотни исследователей работали над созданием этой книги. Это и библиотекари, это и архивисты, это и краеведы, учёные, исследователи. Поэтому я думаю, что в этой книге большое будущее. Создавалась она долго, и поэтому сегодня очень радостный день. Материал энциклопедии, конечно, должен использоваться, в первую очередь, для развития науки, как отправной момент. Потому что все исходные данные, которые здесь будут представлены, послужат путеводной такой звездой для будущих дополнений, исследований. А для школьников это основа для их исследовательских работ. Поэтому считаю, что энциклопедия жизненно необходима. Юрий Бездудный поздравил Людмилу Карипанову с выходом книги и поблагодарил весь творческий коллектив, который трудился над энциклопедией. Я очень рад, что в этой книге можно найти ответы на очень многие вопросы. А поверьте мне, сегодня век технологий, казалось бы, мы все ответы ищем где? В интернете, чаще всего, да? Но этого нет в интернете. Это есть только в энциклопедии Ненецкого автономного округа. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов присоединились к поздравлениям и отметили уникальность этого труда. Это колоссальный труд. Он требует огромного утверждения каждого, кто в этом участвует. Потому что нервы все-таки сдают, все мы люди, и все хотят эту работу сделать быстрее. Но у вас уже как раз не получилось, Людмила Юрьевна, почти тысяча страниц мелкого детства. Нет, хороший шрифт, не мелкий. Это, пояснение, динамическая работа. Тираж издания – три тысячи экземпляров. В ближайшее время книга появится в образовательных учреждениях и библиотеках Ненецкого округа. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 22 октября, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok